На богатом урожае не всегда богатым станешь. Именно с такой проблемой напрямую столкнулись в селе Ирганай Унцукульского района. Здесь в самом разгаре сезон уборки абрикосов. Однако изобилие плодов на деревьях радует только глаз местных фермеров. С реализацией товара дела обстоят неважно. В развитии темы сюжет Патимат Ханаповой. О, смотри, какие вкусные они. И очень сладкие. Абрикосы в этом году действительно выдались сочные и вкусные. И с урожаем дела тоже хороши. За сезон садов одного унцукульского района планируют собрать более 8 тысяч тонн вкусных плодов. Такие на переработку, а вот такие на продажу. Все. Более 600 гектаров абрикосовых садов приходится на село Ирганай. Здесь это фермерское дело популярно с далеких времен и передается из поколения в поколение. Так и в семье Абасовых. Наши родители, предки выращивали абрикосы. Мы тоже продолжаем их выращивать. Это наш труд. Самый наш драгоценный товар – это у нас абрикосы. В 49 лет вот этот огород занимается абрикосами. Но, как говорится, хорошим можно назвать лишь тот урожай, что уже реализовано. С этим делятся мясные жители. Дела в этом году плохи. У нас в этом году хороший урожай, огромный урожай. Так в этом году, наверное, не было. Но реализации урожая у нас нет. Поэтому мы мягко, кто приезжает, тому отдаем за копейки. Мы целый год работали, выращивали, обрезку делали, поливали. Но реализации у нас нет. Беда в том, что она поспела везде однокровно. Одновременно поспела весь урожай. И цена упала слишком. Чтобы обычно мы нормальные годы тоже теряли 40% урожая. А сейчас вообще, наверное, 50% потеряли и сдавать никуда. В основном продукцию реализуют на перерабатывающие заводы. Однако такая практика не снимает все вопросы. Альтернативу специалисты видят в закупке оборудования для сушки фруктов, так как такой абрикос легче хранить и продавать. Но и этот проект требует немалых вложений. Очевидно, что в вопросе необходимы серьезные решения, в том числе и со стороны республиканских властей. Патиман Ханабов, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Унцикульский район.